Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Поскольку наши безблагодатные умы постоянно все забывают и похожи на ту самую дорогу, на которую Сын Божий сеет семя, Слово Божие, Слово о спасении. А потом приходят птицы и склёвывают это семя. А склёвывают они из нашей памяти Слова Божьи. Так что мы с вами читаем хорошую книгу, духовную книгу, и через несколько дней не можем даже вспомнить, а что мы там читали. А уж процитировать тем более не можем. Часто люди читают много лет подряд Евангелие, и потом не в состоянии вспомнить эпизод, который кто-то даже начнёт рассказывать и попросит, а теперь продолжать дальше, а человек не помнит. Что это такое? Вот то, что называют в психиатрии парциальная амнезия. Но заметьте, вот те блоки памяти, которые дьявол крадёт, они относятся именно к проблеме спасения. То, о чём говорил Христос. Эти самые семена, которые Бог посеял для спасения нашего, дал информацию. И именно эти семена и выкрадывают. А, как я вам рассказывал раньше, да и вы все сами по себе знаете, какой-нибудь анекдот из детского сада или первого класса школы будут помнить всю жизнь до самой старости. Почему? Да бесу совершенно безразлично. Ты можешь набивать голову любой информацией. Быть гениальным учёным, математиком, физиком, химиком, кем угодно. Получай знания, в этом проблемы нет. Но вот если касается духовных проблем, тогда враг действует вот именно так, склёвывает, то есть выкрадывает у нас целый блок памяти, именно то, что необходимо нам для спасения. Поэтому Церковь Святая заповедала нам регулярно читать в течение всего года и разъяснять какие-то кусочки из Евангелия. Мы их называем зачалом. Вот на каждой литургии читается определённый кусочек, называемый зачалом. Казалось бы, мы столько раз в году читаем, иногда один и тот же кусочек у разных евангелистов читаем несколько раз. Смысл его один, а читаем несколько раз. А уж я не говорю, когда человек ходит в церковь годами, то, естественно, каждый год он слышит это что-то. Но вот удивительное свойство нашей памяти, она теряет очень быстро многое. И даже если она помнит, она вот в тот момент, когда эти знания нужно применить в жизни, в этот момент она забывает. Потом напомнишь человеку, но написано вот так в Евангелии и в заповеди, «Ой, я это знаю прекрасно, но почему-то поступил по-другому». В тот момент, когда нужно было использовать это знание, оно как будто улетучилось из ума. Вот так действуют злые духи. Поэтому мы вновь и вновь возвращаемся к этим текстам. Иногда немножко что-то изменяя и добавляя, потому что можно с разных сторон одно и то же рассматривать. Но даже и напоминание обычное, оно тоже полезно, потому что даже, вы помните, со школы это выражение, повторение, мать, учение. Это мы все с вами прекрасно помним и знаем, потому что действительно любой музыкант, спросите его, как он достиг виртуозности в исполнении. Скрипач, виолончелист, орфист или пианист, неважно. Да они по тысячу раз повторяют один и тот же пассаж, который не получается. И добиваются такого исполнения, что, как говорится, ни сучка, ни задоринки. Это получается только благодаря повторению. Так вот мы с вами то же самое делаем. Сегодня, когда мы слышали реальные события из жизни Господа, это не притча, это реальные события, описанные евангелистами. Он сидит у колодца и разговаривает с женщиной-самарядкой. И разговор их, как ни странно, с этой простой, казалось бы, женщиной, которая жила, представьте себе, две тысячи лет тому назад. Ну какое там научное образование, какое там даже школьное образование, я уже не говорю о высшем. Простая женщина. И не факт, что она еще и умела читать и писать. Две тысячи лет назад, я думаю, что мало кто тогда умел действительно читать и писать. И тем не менее, а разговор очень духовный, очень глубокий. И ведь представьте, она к нему обращается не с какими-то глупыми вопросами, она спрашивает о духовных проблемах, как спасаться, где нужно молиться, чтобы получить благодать Святого Духа, чтобы спастись. Вот что ее интересует. И Господь говорит с нею теми образами, которые наиболее доступны. Он говорит о том, что тот, кто верует в Меня, из чрева того потекут потоки воды живой, ведущей в жизнь вечную. А мы с вами, я надеюсь, помним, что во всем Писании Ветхого и Нового Завета под живой водой понимается всегда одно и то же. Дух Святой. Дух Святой, который оказывается в полноте, нисходит только на тех, которые познали истинного Бога, который, будучи невидимым, сделался видимым, принял на себя плоть, пришел в этот мир, на землю, чтобы больше никогда не было у людей разумных, никаких сомнений. Тот Бог или этот Бог, как Его звать, Зевс, Аполлон, Кецаль-Куатль, Йен, у пермяков Йен, или у каких-то других африканских племен тысячи названий Бога, и все они Его Богом называют, а на самом деле это демоны. Вот чтобы не было никаких сомнений, Он пришел как личность. И мы знаем, Его звали, Его земное имя Иисус, а прибавляем Его имя, даже, можно сказать, духовную должность, Мессия. Мессия по-древнееврейски, а по-гречески Христос. Мы говорим, Иисус Мессия, по-гречески Иисус Христос, что одно и то же. Так вот, если кто не знает этого единственного истинного Бога, Создателя Вселенной, тот не может надеяться на пришествие Духа Святого в полноте. Хотя частично, даже любой язычник имеет Духа Святого в малой степени, потому что все мы, как я вам уже говорил, все мы, абсолютно все люди на земле, любого цвета кожи, любого языка и образования, мы все чадо Божие. Все абсолютно. Поэтому мы знаем, что из всех народов есть те, которые уверовали во имя Господа нашего Иисуса Христа. есть среди негров, православные люди, кстати, очень интересное видео есть, где они молятся и причащаются. Вы знаете, вот такая искренность, особенно радость, с которой они причащаются, это просто трудно даже передать. Вот мы уже привыкли, православные тысячу лет в России, православные привыкли уже к этому, а они никогда не исповедовавшие истинного Бога, когда приходят, у них такая ревность, они с такой радостью причащаются, вот смотришь на их просто умиляешься. Вот эти черненькие, черненькие совершенно, они молятся и причащаются, и поют, не так, как мы, у них напевы свои, конечно, но тексты те же самые, как и у нас, причем под барабан. И это не вызывает никакого смущения, вот они привыкли вот к такой музыке, чтобы обязательно сопровождал барабан. И вот они идут ко причастию, кто-то в барабан стучит так легонько, и вот в этом ритме они продвигаются в очереди к чаше, пританцовывая, а на лицах такая радость, такая благодать, это трудно сказать. Бог всех призывает абсолютно, среди китайцев, среди латиноамериканцев, среди даже индусов, тем не менее, есть даже православные священники, и миряне. Правда, там мало, но есть. То есть, Господь призывает из любого народа, не глядя ни на что, ни на цвет кожи, ни на образование, ни происхождение, Он хочет всем спасения, но не все выбирают Его. И Дух Святой, Который присутствует у всех, хотя бы в малой степени, потому что каждая душа есть создание рук Божьих. Лично Господь Бог создает каждую душу и вкладывает в зародыш. И рождается человек с живою душою, но она имеет благодать. А для того, чтобы спастись, ее мало. Надо эту благодать увеличивать. Ведь и пророки израильские могли исцелять, могли совершать чудеса, но, тем не менее, этой благодати было недостаточно. И только когда Господь Бог, Свою апостолу, не спасал в день Пятидесятницы благодать Святого Духа в полноте, вот тогда они изменились совершенно. Мы хорошо с вами помним, что до несшествия благодати они были довольно трусливыми товарищами. и мало что понимали. Очень часто Господь их укоряет. Неужели и вы неразумны, есть те? Вы видели такие чудеса, как бы он говорит, и все время вы сомневаетесь, но где ваш разум-то? Почему благодати не хватает? Оказывает вот эта энергия Божественного Духа, благодать, она просвещает разум. И человек, просвещенный благодатью, в состоянии понять такие тайны, такие вещи духовные, которые другим недоступны, они будут читать тысячу раз Евангелие, и ничего не поймут. Скажут, какая-то чепуха. Не понимают, почему, по одной причине, нет благодати Святого Духа в достаточной степени. А если люди стяжают благодать, если они специально занимаются тем, чтобы стяжать, это старинное слово, означает накопить, а возьмем современное слово, аккумулировать эту Божественную энергию, потому что мы созданы Богом, как аккумуляторы, мы можем ее накапливать, а можем разряжаться, как любой аккумулятор. Разряжаемся за грехи. Так вот, те, которые специально накапливают благодать Святого Духа, стяжают ее, они становятся подобны тем самым апостолам, которые исцеляли одним прикосновением, или даже апостол Петр, помните, имел пояс и какие-то особые головные уборы, ну, наверное, похожие, как современные арабы носят на голове, и такой обруч держат, знаете, такая тряпочка, вот, его головные вот эти тряпочки, платочки, исцеляли людей, просто возлагали этот платок, уже, может быть, умершего к тому времени апостола, а люди исцелялись. Есть такие люди? Да, и у нас в России были такие люди. Я знаю очень многих таких святых, вспомнил хотя бы Иоанна Кронштадтского, его вещи, возлагаемые на больных, часто исцеляли этих больных, если у них была вера. И если эти люди, которые стяжали Духа Святого, молились за кого-то, действительно происходили удивительные чудеса исцеления. Поэтому вот эта река, истекающая из чрева воды живой, которая течет в жизнь вечную, это Дух Святой, который, когда накопится в человеке, он начинает переизливаться, как сосуд переполненный, он начинает изливаться и орошать все вокруг. Вот так святые люди, которые занимались этим деланием духовным, очищением души, потому что грязный сосуд не может вместить благодати Святого Духа. Как туда налить живой воды, если там ил, грязь, и лягушка сверху сидит и квакает? Что надо сделать? Ну, лягушку аккуратненько отнести в озерцо, или в речку опустить, пусть живет и ловит комаров. Потом сосуд надо вымыть, покаяться в грехах своих. А вы знаете, что даже покаяние все равно еще оставляет нечто, как сосуд. Мы этот сосуд очистили, а в нем эта грязь, глина, тина, которая была в нем, она оставляет запах. Вот сосуд чистый, мы его вымыли, с мылом вымыли, а он воняет. Понюхали? Нет, туда воду сейчас пока нельзя наливать. Вот поставлю выветриваться. Он постоял какое-то время, и в результате уже понюхали, запаха нет. Вот теперь можно наливать туда что-то. Так и человек грешил всю жизнь. Как он сразу может благодать стяжать, чтобы Господь в него наливал? Да, он понемножечку будет наливать по мере вытаскивания грязи. Но даже когда он вытащит грязь, еще какое-то время, какие-то годы нужно пожить. Христианской жизнью надо пожить, для того, чтобы выветрился запах греха. Потому что привычки страшные, у нас такие вкорененные привычки греховные, что человек много лет, например, не куривший, живший в монастыре, были такие случаи. Вдруг ни с того ни с сего начинает курить. Или, например, наркомана вылечили. Вот он там ходил на какие-то курсы, он, значит, у медиков лечился в наркологическом диспансере. Вроде бы все, перестал наркоманить. Вышел из больницы, родители в восторге, хлопают в ладошки. Сын больше не наркоманит. Проходит полгода, бац! И вы знаете, что происходит? Он возвращается опять к старому. А почему? По той причине, что все равно в нем остается вот эта греховная зависимость, привычка. Да и бесы остаются. А чтобы бесов выгнать, что нужно? Только одно. Чтобы этот сосуд был заполнен святой водой. Водой живой. То есть благодатью Святого Духа. Если в этот сосуд не налить снова, его очистили, но не налили туда благодати Святого Духа, что будет? Помните притчу, когда один бес был изгнан, домик или сосуд очистился. А что он говорит? Через некоторое время этот бес говорит, дай-ка я посмотрю в свой домик, где я жил раньше. Можно сказать сосуд, посмотрю, как он там. Приходит, а он пустой. Ой, как хорошо. Берет семь злейших себя духов, и вот эти восемь входят обратно в человека, и бывает последнее хуже первого. То есть сосуд-то мы вычистили, но если мы туда не залили благодати Святого Духа, не стяжали благодати, все вернется, да еще в худшей мере. Поэтому наша задача бороться с, не просто с грехами, а с корнем грехов. А корень грехов, кто вызывает эти грехи? Вот учение святых отцов. Читайте Макария Египетского. Любой грех, любая страсть рождается в первую очередь под демона. Он вкладывает или мысль греховную, с которой мы соглашаемся, или ощущение, чувство какое-то. Например, рожжение плоти. Вот блудное рожжение бес может производить даже у человека, который находится в пустыне, молится, вообще не видит никаких женщин никогда. Я спрашивал таких подвижников на Святой Горе Афонской, которые жили на Коруле. Это самая такая южная часть, скала буквально. Там маленькие такие уступчики, и на этих уступчиках кельи. Вот действительно, как птичьи гнезда, как ласточки на гнездо, прилепленные к скале. Он 40 лет оттуда не выходил. Только к пристани спускался, ему привозили там что-нибудь покушать, или цемент он строил, какую-нибудь там каливу свою, или там маленькую домовую церковь. Вот, и все, он никуда не отлучался. И тем не менее, эти подвижники, на мой вопрос, а бывают такие вот искушения блудные, когда только ощущается блудное рожжение без каких-то мысленных картинок или мыслей вообще каких-то словесных? Да, говорят, ничего не нужно. Ни картинок, ни мыслей, ничего. Вдруг разжигается плоть так, что хоть на уши становись. А как, вот ты, батюшка, справлялся с этим, спрашиваю одного старца, ныне покойного? Он говорит, как? Шел на улицу и таскал тяжелые камни, и строил из них подпорные стенки, по-гречески, безюли. Вот строил всю ночь, говорит, к утру только проходило. Вот так утруждал себя, что до изнеможения. Однажды, говорит, спускался на пристань, а там далеко, я у него был, очень далеко спускаться вниз, по крутой скале, практически там ступенек нет, но вот по камушку, с камушкой на камушку. А там прислали благодетели ему 50 мешков цемента. 50 мешков по 50 килограмм. Я, говорит, больной всю ночь таскал эти мешки на плечах, вверх. И все прошло. Больше бесы меня не беспокоили. То есть нападает вот таким вот образом бес. И все наши грехи, по сути дела, они сами собой не рождаются. Значит, надо беса выгнать из себя, и тогда не будет никаких страстей. Страсть, как правило, это такое явление, которое вот не единожды мучает человека, а человек даже хочет бороться. Ну, возьмите самое простое, там курение. Он вроде хочет бороться. Говорит, не хочу курить. И опять его тянет. Что его тянет? Умом-то он не хочет? Или стакан водки выпить? Умом он говорит, не хочу, а потом иду и покупаю эту бутылку, и выпиваю. Вот это страсть. Почему его личность, его разум сопротивляется, не хочет, а он тем не менее все равно делает. Потому что воля демона, которую он в себя впустил, намного сильнее воли человеческой. Это ангелы, высшие существа. И они подавляют волю человека и заставляют насильно делать то, что хочет демон. А почему? Как он вошел в человека? Демон войти может только в одном случае. Если сосуд оказался пустым, благодати нет в человеке, он не верует, или если верует, то у него Бог, какой неизвестный Бог, а скорее всего, я знаю, какой сатана. В сердце он говорит, у меня Бог в сердце. А по делам его видят, что там сатана, потому что он и курит, и пьет, и матом ругается, и блудит, и все что угодно. Так какой Бог разрешает все это? Сатана разрешает. Значит, Бог у него в сердце сатана. Это сто процентов. Если был бы Христос, то он бы любил Христа и заповеди его соблюдал. Потому что кто его любит, тот соблюдает заповеди. А если ты заповеди нарушаешь, значит, ты любишь другого Бога. И он у тебя в сердце там сидит. И кто это? Лукавый дух. Ну, не сам, конечно, сатана. Это слишком жирно. А какой-нибудь из демонов. Только за грех демоны получают власть на человечество. Поэтому сегодня подавляющее число людей, живущих на земле во всем мире, это люди бесноватые. Потому что сегодня все блудят, множество пьянствующих, огромное количество наркоманов, масса хулиганов, воров, убийц. Это все люди, одержимые злыми духами. А добавилась сейчас и компьютерная зависимость, игровая зависимость. Люди проигрывают, полностью все проигрывают, не только зарплату, продают квартиры, машины, все что угодно, проигрывают. Он волосы на себе рвет, в ужасе, говорит, уже ничего нет, нечего продавать. И ничего с собой поделать не может. Идет и снова на тотализатор ставит и опять проигрывает. Почему? Он что, хочет проиграться? Он же знает, что он проиграет. Ничего не может с собой поделать. Почему? Дьявол ведет его туда, как собачку на цепочке. А почему? Духа Святого нет. Дух Святой, та самая божественная энергия, когда накапливается в человеке, она изгоняет беса из человека. И когда мы, священники, видим, когда бесы выходят, они всегда орут из бесноватого, страшными голосами, но орут одно и то же. Меня жжет. И я десятки раз слышал именно эти слова. Почему жжет? Потому что благодать Духа Святого, вода живая, о которой сегодня говорил Христос, самарянка, она для него не вода, а наоборот, она для него огонь, и всегда его жжет. И вот когда мы доведем этот огонь до максимума, и так прижгем ему копыта и хвост, что он с воплем вылетает, и человек кричит, меня жжет, выхожу. Я много раз это слышу. Особенно когда посещал отца Адриана Кирсанова в Псково-Печорском монастыре еще в те 80-е годы, в начале, когда он еще проводил вот эти отчитки, так называемые, изгнание бесов. Он изгонял. Бесы орали, выходили, людям становилось лучше. А потом он прекратил эту практику. Знаете почему? Очень простое объяснение. Он сам об этом сказал. Через полгода после того, как я помог человеку, этого человека привозили ко мне в еще худшем состоянии. Я понял. Вместо того, которого я выгнал, пришли еще семь злейших. И случилось то, что сказал Господь, последнее было хуже первого. И поэтому я отказался от практики изгнания духов. Вот такая ситуация. Можно изгнать духа самим? Можно. И не только можно, но и нужно, если хотим, спастись. Не важно, какой страстью мы обладаем. Это страсть курения. Казалось бы, мелочь, да? Но это поклонение демону. Это приношение жертвы демону. Потому что курение, табака, конкретно использовалось, американскими индейцами исключительно для жертвоприношений своим духом. А эти духи никто иной, как бесы. Значит, именно для этого использовали табак. Больше ни для чего. Индейцы не курили табак просто так. Они обязательно с ритуальной целью это делали. И если европейцы этого не знают, это ничего не меняет. Достаточно, что бесы это знают. И когда человек курит, они понимают, что этот человек свой. Он их призывает к себе. Ерундовая, казалось бы, привязанность, да? А многие, спросите, курящих много лет, легко ли избавиться? Нет. Бесы волю переламывают своей более мощной волей и говорят, ничего, ничего. Ты не хочешь курить? Будешь. Я тебя заставлю. Я уже не говорю про алкоголиков, наркоманов, игроманов и прочих. Вот, пожалуйста, когда в нас нет той самой воды живой, о которой говорил Господь Самарянки. И наша задача была поставлена нам давно Христом Богом. Не пребывает дух мы в человеческих сих. Почему он так говорил? А потому что грешили. Тот народ еврейский, тогда грешил. И Господь говорил, не пребывает мой дух. Он духом святым пребывает в нас. Мы соединяемся в причастии, когда с Богом. Мы соединяемся с духом святым его. А дух святой, отец и сын, это единая целая полнота божества. Поэтому мы причащаемся, причащаемся отцу и сыну и святому духу вместе. И если кто этого не делает, кто сознательно не борется с этими грехами и бесами в первую очередь, надо четко знать, все грехи вызывают демоны. А мы или соглашаемся, или принимаем, или отвергаем. Это от нас зависит. У нас есть, в отличие от собачки или там бурундука, свобода воли. Собачка и бурундук действуют исключительно по инстинктам. Это программа, записанная в генах Господом Богом, и они живут по программе. У нас единственных, у людей здесь на земле, есть свобода выбора. И мы сами выбираем, быть с Богом или нет. Принять эту воду, живую, Духа Святого, или не принять. И об этом нам говорил наш великий преподобный отец Серафим Саровский. Давайте выполнять его завет, а завет был простой. Стяжайте Духа Святаго Божия. Аминь.